Друзья, всем привет! Нахожусь на площадке Белавтолота Сегодня мы сделаем такой осмотр более глобальный Посмотрим, ну, наверное, процентов 50-60 автомобилей которые продаются на данной автоплощадке Единственное, что информация по ценам будет там буквально на 3-4 автомобиля потому что остальные автомобили или в процессе переоценки то есть они на данный момент еще не играются то есть или же там переоцениваются они ну, как-то вот в таком формате ссылочка на Белавтолот под видео в описании, ребят поэтому проходим, смотрим какие автомобили играются, по каким деньгам ну и погнали смотреть видео не забываем поставить под этим видео лайк всем приятного просмотра Друзья, и первый автомобиль с которого мы начнем вообще сегодня мы посмотрим абсолютно всю площадку ну, не сказать, что все автомобили но большинство так как те автомобили, которые совсем-совсем недавно были в прошлом видео наверное, все-таки смотреть их мы не будем вот сразу первый автомобиль он через мобильное приложение Автолом продается короче, Сузуки Сплейс как-то так оно, это дело называется 2009 года, бензин 1.2 на механической коробке передач пробег 170 тысяч километров и выставлялся он на тысячи долларов ну и будет выставляться от тысячи долларов давайте посмотрим повреждения видно, что-то он кого-то сбил ну, судя по всему по повреждениям ну, вот что можно отметить оптика ну, визуально целая скорее всего, что-то с креплениями может быть пообламывало но в принципе стекло целое поэтому в принципе восстановить возможно ну, соответственно капот вот повреждения крыша с этой стороны крыло целое без видимых повреждений резина резина, кстати, неплохая ну, конечно, здесь не слабый удар в принципе это вы все и сами видите давайте посмотрим то есть крыша в плачевном состоянии ну, ребят автомобиля тысячи долларов 2009 год вот значок 70 видно, человек не так давно получил водительское удостоверение задняя оптика тоже без видимых повреждений заднее стекло на двери задней сохранилось хотя вот дверь можно видеть здесь заломчик есть здесь небольшой залом судя по всему то есть наверное целесообразнее ее заменить так как и сверху здесь помяло ее фонарь задний целый в общем оптика вся целая я имею ввиду задние фонари передние фары еще раз повторюсь что может быть по фарам что-то там с креплениями может быть и есть какие-то нюансы лобовое соответственно стекло тоже под замену две подушки безопасности стрельнули можно видеть пятиступенчатая механическая коробка передач ну салон чистенький не удивлюсь если ездила девушка даже скорее всего поэтому ребят ну что я могу отметить от себя вот чисто мое мнение то что тысяча долларов стартовая цена за данный автомобиль более чем уверен что двигатель не пострадал соответственно значит он заводной ну на мой взгляд нормальный вариант за тысячу долларов конечно для восстановления здесь очень много работы наверное может быть целесообразнее на запчасти но это уже как говорится совсем другая история но автомобиль битый конечно сильно ну если даже по запчастям все это рассматривать с этой стороны двери целые то есть двигатель коробка подвеска друзья также большое количество которые автомобили я сегодня покажу на них я не буду говорить ни года ни цены так как в данный момент может быть они не выставлены на аукцион а так скажем в процессе переоценки ну в принципе все автомобили которые я сегодня буду показывать рано или поздно появятся на бел автолоте на ихнем официальном сайте по торгам поэтому ссылочка будет в закрепленном комментарии или же под видео в описании здесь можно видеть рено каптюр в хорошей наверное максимальная практически комплектация поэтому не на все автомобили сегодня будут озвучены цены года объемы насколько я знаю здесь двухлитровый мотор вроде бы как двигатель целый оригинальные литые диски но этот автомобиль будет выставлен немного скорее всего позже трещина лобовое стекло кожаный салон хорошая комплектация выстрелит две подушки безопасности также вот курьерские машины пицца джонс матизы кстати здесь не один матиз раз матиз два матиз там вон еще третий матиз поэтому ребята чисто бегло пройдемся чтобы вы просто имели представление какие автомобили в данный момент есть на белавтолоте на такой вот фольксваген поло взад небольшой удар стрельнули две подушки безопасности здесь стоит запаска ну в принципе сам двигатель цел так скорее всего закрыт а нет друзья давайте так бегло глянем скорее всего задний бампер лежит ну и собственно остатки по морде запчасти все поврежденные и не очень поврежденные и сложены в автомобиль вот еще один матиз можно видеть его мы открывать не будем смотреть но также он будет играться на белавтолоте здесь вот такой вот каблук ну здесь конечно удар пришелся по передней части автомобиля вот что касается вот этого вот митсубиси пожеро спорт если я не ошибаюсь ребят 2017 года вот совсем недавно был он у меня в видео то данный автомобиль будет играться скоро и стартовая цена насколько я помню если я ничего не путаю 1000 долларов то есть данный автомобиль будет начинаться аукцион с 1000 долларов ну понятное дело что стрельнули подушки безопасности боковая штора стрельнула то есть удар конечно не сказать что слабый достаточно сильный удар двигатель правда целый но это плюс скажем так и ну сами понимаете ребята что 1000 долларов за такой автомобиль понятно что там настреляют на аукционе значите на большую сумму но тем не менее старт от 1000 долларов Peugeot 207 пятидверная дополнительно можно видеть кое-какие запчасти лежат передняя оптика кстати целая скорее всего может где-то ухо какое-то сломано ну да тут что-то где-то но в целом вот передняя оптика для восстановления уже есть понятное дело стрельнули две подушки безопасности плюс кое-что лежит в багажном отделе скажем так можно видеть гнутые радиаторы что-то по морде также ребята все эти автомобили уже были на аукционе по некоторым страховым компаниям автомобили сразу выставляются от одной тысячи долларов стартовая цена например вот как вот этот вот митсубиси от тысячи долларов некоторые конечно по другим ценам более высоким и это работает все как выставляется автомобиль на аукцион и если он с этого аукциона не продается за определенное время то цена понижается на 20% от стоимости ну я допустим говорю если стоил автомобиль например две тысячи долларов допустим и он не продаст с аукциона то на следующий аукцион как правило ставка понижается на 20% если это две тысячи долларов то сразу становится цена тысяча шестьсот и так до тех пор насколько я знаю пока автомобиль не продастся можно видеть Lada Largus также повреждение крыша просто ребят это о том почему снимаю я полный осмотр данной площадки потому что большое количество просило снять и показать что есть в данный момент люди писали что пускай даже не оцененное то что еще не выставилось но то что появится на аукционе то есть все эти в основном автомобили они рано или поздно появятся на аукционе например если это Lada игралась например 2-3 месяца назад на аукционе Белавтолота то по каким то причинам может быть для кого то это было дорого она не была продана то к следующему аукциону ценник снижается в основном на 20% старт и так как я уже сказал до тех пор пока она не продастся Рено Логан в белом цвете а нет это не Логан Сандера можно видеть повреждения нет в принципе заднюю часть повреждений нету повреждения по переду так здесь мы наверное а нет хотя может быть откроем но не очень широко подушки безопасности не стрельнули как у водителя так у пассажира хотя судя по всему простого пассажира ее и нету так если я не ошибаюсь пробег 31783 километра то есть это бомж комплектация можно видеть даже передние стекла на веслах кое-какие запчасти ну тут все разломано в основном ошметки переднего бампера но двигатель здесь целый хотя радиаторы под вопросом нет наверное радиаторы побило хотя если честно отсюда и не вижу здесь шкода судя по всему да шкода на шестиступенчатой механической коробке передач она закрыта универсал шкода октавия повреждения по передней части автомобиля так еще один фольксваген пола можно видеть повреждения крыша лобовое стекло разбито вот такие повреждения неплохие диски оригинальные были когда-то ну радиаторы двигатель все здесь без видимых повреждений на автоматической коробке передач неплохая аудиосистема стоит сразу видно неплохая комплектация было заднее стекло разбито ну задняя часть автомобиля целая ниссан тирана передняя часть автомобиля целая ну или практически целая то есть скорее всего даже заводной я думаю двигатель с двигателем тут все в порядке оригинальные литые диски сзади можно видеть россыпью кое-какие запчасти то есть автомобиль внутри немножко разобран видно проводили дефектовку то есть страховая чтобы все оценить оценить там делали скорее всего какие-то экспертизы шестиступенчатая механическая коробка передач есть и вот такие вот экземпляры то есть ребят абсолютно бегло посмотрим автомобили и на этом пожалуй и все рено логан старый Subaru давно стоит кстати так ребята и вот по этой вот Audi A7 тоже есть кое-какая информация также в прошлый раз ее с аукциона не купили ценник был снижен и то ли скоро совсем ее будут выставлять то ли уже выставили к моменту выхода ролика в общем Audi A7 2011 года лифтбэк трехлитровый бензин на автоматической коробке передач пробег 180 тысяч километров и цена 3400 долларов стартовая цена за данный автомобиль давайте посмотрим как ну вот можно видеть что моторный отсек не знаю сможем его приподнять посмотреть да наверное чуть-чуть приподнимем наверное из плюсов это то что мотор целый здесь пластик обломан конечно но визуально радиаторы все по морде я имею ввиду с двигателем все в порядке по идее должно быть повторюсь стартовая цена за данный автомобиль будет 3400 долларов бампер поврежден передний так с этой стороны ну в общем удар совсем совсем даже и не слабый можно видеть достаточно сильный удар был ну 3400 ребят это ауди ауди а7 достаточно дорогой автомобиль сам по себе ну с этой стороны если так можно сказать автомобиль целый так по автомобилю у пассажира подушка безопасности не стрельнула у водителя можно видеть стрельнула подушка кожаный салон здесь кое-какие запчасти ну или остатки от запчастей в общем 3400 стартовая цена ауди а7 пежо пежо партнер 2013 года грузовой фургон на механической коробке передач 1.6 104 тысячи пробега 2300 долларов стартовая цена нужно видеть что небольшие повреждения по переду радиаторы скорее всего повреждены но что касается двигателя двигатель без видимых повреждений так же давайте посмотрим заднюю часть вот удар зад автомобиля крыша крыша целая а нет хотя вон с той стороны есть небольшая вмятина сейчас пройдем посмотрим если мы это сможем сделать вот оно повреждение ребят здесь вот не знаю передает камера или нет есть небольшая вмятина еще раз повторюсь стартовая цена 2300 долларов но спереди подушки безопасности не стрельнули но спереди выглядит вроде все все нормально друзья также рено мастер также он был в предыдущем видео предыдущих наверное будет правильно сказать 2016 года механическая соответственно коробка передач 2.3 2.3 дизель пробег 254 тысячи километров и будет он выставлен от 5600 долларов ну это лучшая сторона то есть она по большому счету целая но самый самый удар пришелся на вот эту вот сторону можно видеть удар достаточно сильный то есть совсем совсем не слабый удар короче раскрежило его не слабо из 裝 06 ребят насколько я помню Вот этот вот Passat Выставлялся Это B8 Passat, хорошего года Точно не помню какого, 17-й Что-то в этом роде И тоже он выставлялся через аукцион Или должен был выставляться От 1000 долларов Ну я думаю, такой автомобиль здесь сильно не задержится Я думаю, что Заберут его, что называется С руками и ногами Так, ну и наверное Последний автомобиль Volkswagen Passat B7 Насколько я знаю Продается от 7000 Или продавался через приложение Автолом Но он целый Насколько я знаю Без видимых повреждений